Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Что сегодня происходит? Мы не видели такого коллапса цены, как сегодня со времен краха криптовалютной биржи FTX. Но мы должны были в итоге увидеть масштабные движения цены, потому что волатильность биткоина была исторически низкой на протяжении последнего месяца. Сначала на биткоин давил традиционный финансовый рынок, который постоянно снижался, а затем мы увидели вот это резкое движение до 25 тысяч долларов. Илон Маск, биткоин, SpaceX, BlackRock, Китай, Япония, кризис облигаций. Как все это связано? Давай разберемся в этом видео. Таймкоды, как обычно, будут в описании. Но перед началом не забудь поставить лайк. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию для создания нового контента. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с этой статьи. Wall Street Journal сообщает, что компания Илона Маска SpaceX продала биткоины на сумму 373 миллиона долларов. SpaceX покупала эти биткоины еще в 2021 году. Согласно отчету Wall Street Journal от 17 августа, SpaceX зарегистрировала биткоины на сумму 373 миллиона долларов на своем балансе. Однако теперь, как сообщает Wall Street Journal, эти биткоины пропали с баланса компании. Именно поэтому они сделали вывод, что SpaceX, компания Илона Маска, а значит и Илон Маск косвенно продала биткоины в этом году. Во-первых, друзья, SpaceX является не публичной компанией, поэтому не обязана вообще раскрывать какую-либо свою финансовую отчетность. Она и не сделала официальных заявлений. Во-вторых, эта статья на Wall Street Journal вполне неплохая и только последний абзац посвящен биткоинам SpaceX. Как будто кто-то в последний момент решил это добавить, зная, к какой панике это приведет на рынке. Мы пытались найти доказательства этому. И угадай что? Не нашли. Это выглядит как искусственный огромный триггер для того, чтобы спровоцировать падение биткоина. Но как эта новость могла спровоцировать настолько большое падение биткоина? Все потому, что ликвидации тоже рекордные. Биткоин только что пережил одну из своих крупнейших ликвидаций по объему в истории. Отток средств больше, чем во время краха криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022. Да, цепная реакция ликвидации кредитных позиций ускорила падение крипторынка. Для тех, кто видел недавнее видео про дефляцию в Китае, это не стало неожиданностью. Китаю пришлось снизить процентную ставку. Они также вливают в рынок 204 миллиарда юаней, что оказалось недостаточным, ведь фондовый рынок Китая продолжает снижаться. И китайские власти уже начали предупреждать инвестиционные фонды, чтобы они не продавали китайские акции. Второй по размеру застройщик в Китае, Эвергрант, наконец подает заявление о банкротстве. Ты помнишь, что его проблемы тянутся с 2021 года? И китайская экономика сейчас явно не в лучшем состоянии. Она выглядит приблизительно вот так. Эвергрант подает заявление о защите от банкротства в США. Также просит американских кредиторов повременить с получением выплат от Эвергрант. Из этого заявления также становится понятным, что компании, ответственные за 40% продаж жилья в Китае, объявили о дефолте на протяжении последних 18 месяцев. А все потому, что Эвергрант не может им платить. Рынок недвижимости занимает 30% китайской экономики. Поэтому ситуация очень-очень пугает рынок. Вот почему биткоин тоже падает из-за экономических проблем Китая. Однако, как мне кажется, именно эти проблемы с экономикой могут в итоге заставить Китай залить экономику деньгами, что приведет к росту рынков. Однако, это будет еще впереди. Два дня назад ФРС США провела очередную встречу. Рынок ожидал, что ФРС начнет снижать ставки. Но Джером Пауэлл сказал твердо, что в 2023 году этого не произойдет. Вот его основные тезисы. Я их выписал. Большинство чиновников ФРС по-прежнему видят необходимость в более высоких ставках. Некоторые чиновники беспокоятся о чрезмерном ужесточении политики ФРС и о рисках, которые она несет. ФРС видит более жесткие условия банковских кредитов. То есть, банки выдают кредиты неохотно. ФРС не прогнозирует рецессию в 2023, но видит сдержанный рост экономики в 2024 и 2025. Падение стоимости коммерческой недвижимости наносит ущерб некоторым банкам. Чиновники считают повышение ставок эффективным инструментом. И, наконец, большинство чиновников ФРС США видят большие риски продолжения роста инфляции. То есть, они предполагают, что нас может ожидать второй пик инфляции, если сейчас смягчить политику ФРС США. Это выступление Джерома Паула привело к тому, что доходность облигаций начинает быстро расти. Из-за опасений, что ФРС США снова начнет повышать ставки. Облигации предупреждают о растущем долге США, и рынки будут потрясены, если доходность казначейских облигаций вырастет еще выше. Говорит ветеран рынка Эд Ярдения. На рост доходности облигаций в США может влиять и Япония, которая собирается продавать американские облигации, как мы говорили в этом видео. Что может привести к еще большему росту доходности. К чему приводит рост доходности облигаций? На этом графике, например, мы видим пик 16 октября 1987 года. Пик доходности выше 10%. Это привело к краху фондового рынка, когда рынок упал на 22% за один день 19 октября 1987 года. Мы видим, что в августе доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 3,75% до 4,22%. Конечно, это еще не выше 10%, но нужно обязательно следить за этим индикатором. Кстати говоря, Майкл Бьюри в прошлый раз в 2008 году поставил нападение рынков как раз из-за того, что опасался, что доходность облигаций вырастет значительно. Что ж, в прошлом квартале Майкл снова поставил нападение рынка. Еще одна новость, которая напугала рынки. Сек отложила решение по всем спотовым биткоин ETF до 2024 года. Что интересно, это фальшивая новость. Это просто вброс. Ведь, как оказалось, нет никакого источника. Всего лишь спекуляция. На самом деле, инсайдеры BlackRock говорят, что спотовый биткоин ETF будет принят на протяжении следующих 6 месяцев. Но если не BlackRock, тогда Grayscale, ArkInvest, Fidelity. Очень много компаний сейчас подают заявки на открытие спотового биткоин ETF в США. Но прежде чем мы перейдем к тому, к чему эти ETF могут привести, я хочу напомнить тебе. Мы говорили о том, что BlackRock перед запуском биткоин ETF постарается надавить на цену биткоина, чтобы забрать твои монеты подешевле. Что, если BlackRock прямо сейчас это уже делает? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Лично для меня это выглядит вполне логично. А теперь к хорошим новостям. Спотовый биткоин ETF будет большим триггером для биткоина. Вот что произошло с золотом, например, когда они запустили золотой спотовый ETF. Ты понимаешь, что случится, когда хотя бы один спотовый ETF для биткоина будет принят? А если несколько? Просто послушай этот видеоотрывок. ETF дает инвестору простой способ зайти в актив. Люди, которые продают ETF, это консультанты по управлению капиталом. Они управляют большей частью капитала в мире и в США. Просто посмотрите на них. Вот чем конкретно они оперируют. BlackRock управляет 9,5 триллионами долларами. OneGuard 8,1 триллиона. Fidelity 4,3 триллиона. И так далее по списку. В настоящий момент, если вы являетесь консультантом по капиталу и считаете, что хотите инвестировать в биткоин, так как он оказался самым высокодоходным классом активов, как вы привлечете своих клиентов в биткоин? Как вы это сделаете? Один из вариантов самому попытаться стать биткоин-кастодианом и попытаться где-то хранить закрытые ключи своих клиентов. Но это довольно небрежное решение. Вы можете открыть счет на Coinbase, но большинство крупных фондов не регулируется, чтобы иметь возможность открывать счета на криптобиржах. Вы можете купить акции в фонде Grayscale с Bitcoin Trust, который на самом деле не является ETF, не является физическим биткоином, не ликвиден и торгуется на внебиржевом рынке. Таким образом, когда вы вводите ETF, вы открываете криптовалютный мир для управляющих фондами, которые из-за этого смогут предложить своим клиентам купить физический биткоин. Теперь у нас есть управляющий активами, например, управляющий крупным пенсионным фондом, который решил поиграть сегодня в гольф состоятельными людьми. И он говорит им, этот биткоин подорожал на 83% за первые полгода, и он все еще на 50% ниже своего исторического пика. Почему бы не вложить в него 2% от нашего портфеля? Это переломный момент. Сейчас вы представляете себе ту же игру в гольф с тем же управляющим фондом, клиент которого хочет зайти в биткоин. И этот управляющий думает, если мой клиент скажет мне, что я хочу войти в биткоин, что, черт возьми, я должен сделать? Биткоин ETF даст им инструмент. И да, фонды будут брать регулируемую комиссию за эти услуги, поэтому у них будет стимул для того, чтобы ввести в биткоин побольше клиентов. Со временем, я думаю, это станет точкой входа в крипторынок для 10% активов США в мире, которые начнут перетекать в биткоин. А поскольку биткоин – это дефицитный и ограниченный актив, чем больше покупок, особенно спотового инструмента, тем больше будет расти цена. Но я хочу, чтобы ты понял, что спотовый ETF на биткоин обязательно появится. Об этом говорят не только инсайдеры, но и эксперты в области криптовалют. Генеральный директор биржи Kraken говорит, цитата, «Я уверен, что у нас будет спотовый биткоин ETF в США, и я думаю, что это возможно уже в этом году». Послушай, что он говорит. «Вы знаете, что интересно, торговля спотовыми биткоин ETF'ами привлекает большое внимание сейчас. Уже полдюжины компаний надеются получить одобрение на их запуск. Однако мы наблюдаем задержки за задержками. Когда мы получим эти разрешения? И получим ли вообще?» Я думаю, что, в общем-то, вопрос простой. Я уверен, что в какой-то момент времени в США появится спотовый биткоин ETF. Я имею в виду, что в других странах уже есть подобные продукты, в Европе, Великобритании и так далее. Я знаю об этом не понаслышке, потому что мы сотрудничаем с ними. Мы являемся дочерней компании CF Benchmarks. Это крупнейший поставщик бенчмарков и индексов в криптовалютном пространстве. Мы также занимаем место в первом ряду, поскольку являемся выбранным поставщиком для большинства ETF в США. Теперь перейдем к более сложному вопросу, когда это произойдет. Знаете, сейчас сек вообще непредсказуемая. Я надеюсь, что хотя бы одна из заявок, которая находится в очереди на рассмотрение, будет одобрена. Возможно, даже несколько сразу. Я думаю, есть большая вероятность, что это случится уже в этом году. Я думаю, поверь мне, если бы ему нельзя было это говорить, мы бы это не услышали. И он не говорит о пяти годах ожиданиях. Нет, всего лишь один год. Том Ли выступил в прямом эфире и дал свой прогноз цены биткоина. Если спотовый биткоин ETF будет утвержден, то вот что, по его мнению, произойдет дальше. Мне всегда нравится слушать ваши ценовые прогнозы, потому что они такие смелые. Каковы ваши прогнозы по биткоину, например, на конец 2024-го? Но если спотовый биткоин ETF будет утвержден, я думаю, что спрос будет отбирать больше монет, чем ежедневное предложение майнеров. В таком случае наш криптоцифровой стратег Шон Фаррелл прогнозирует цену в 150 тысяч долларов за биткоин. Это только в том случае, если ETF будет одобрен? Да, и это должен быть американский спотовый биткоин ETF. Но если он не будет одобрен, то мы просто задержимся на отметках 25-30 тысяч? Нет, у биткоина есть потенциал роста и в таком случае. Поставь лайк этому видео, опубликуй его в своих социальных сетях, отправь его своему другу. Это совершенно небольшая вещь, которую ты можешь сделать, но совершенно огромная вещь для моего канала. И напоследок я хочу рассказать о том, что нас ожидает в СМИ в ближайшее время. Какова будет психология рынка, его участников, блогеров и так далее. Будь готов к этому. Итак, я уверен, что сейчас снова начнут прогнозировать биткоин за 15 тысяч долларов. Таких заголовков будет очень много. И каждый раз, когда рынок сильно движется в ту или иную сторону, медиапространство поддерживает эмоцию толпы, делает ее более насыщенной и яркой. Биткоин упал на 2000 долларов, ой-ой-ой, медвежий рынок, какой кошмар. Мы упадем еще на 10 тысяч. Биткоин вырос на 2000 долларов, вау. Бычий рынок, мы вырастим еще на 10 тысяч долларов. Вот так и управляют эмоциями людей. Вот так и заправляют свои трейды. Именно так люди умудряются терять и на росте, и на падении. Реальность заключается в том, что никто никогда не может быть прав всегда. И я сейчас могу ошибаться. Ютуберы и лидеры мнений всегда подхватывают нарративы СМИ. И на падении гиперболизируют это движение вниз, говоря, что крах будет еще больше. Апокалиптическим. На росте тоже, говоря, что это движение вверх будет буквально взрывным. Параболическим. Это делают даже такие известные инвесторы, как Роберт Киясаки, Майкл Бьюри или Питер Шиф. Не замечал? Почему они это делают? Потому что именно это и хотят слышать люди. Именно это набирает клики. Нажми на мое видео, принеси мне больше просмотров. Поэтому в каком бы направлении рынок не двигался, ты можешь ожидать в медиапространстве две крайности. Либо эйфорию, либо апокалиптические настроения. И сейчас будут говорить о 15 тысячах долларах за биткоин. И даже еще, еще, еще ниже. Но ты должен помнить и понимать свой план. Ты должен контролировать эмоции, а не гиперболизировать их. Ты должен понимать, их задачи никогда не была забота о тебе. Их задача выкачать из тебя максимум, максимум твоих денег, максимум монетизации. Кликами по заголовкам, просмотрами рекламы, открытием позиций, в конце концов, на рынке, продиктованных не умом, а яркой, гиперболизированной эмоцией. Всегда следуй своему плану. План покупать каждый месяц на 300 долларов? Выполняй. План фиксировать третью часть прибыли, когда ты получил 3 икса? Выполняй. Только так, только так. А меня зовут Богатейщий Ди, и мы с тобой. Обязательно увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова